Парад первоклассников был проведен в нашем городе после двух лет перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Этот прекрасный праздник давно уже стал символом беззаботного детства, стремления к знаниям и удивительным школьным открытиям. Смотрите наш репортаж об этом замечательном событии. Всего две недели назад самые юные славянские ученики впервые перешагнули школьный порог, пришли первый раз в первый класс. И вот для них еще одно новое яркое событие в их жизни – парад первоклассников. Нарядные мальчики и девочки, всего более 880 учащихся первых классов восьми городских школ вместе со своими учителями пришли в центр города, чтобы торжественно пройти по главной улице Красной на театральную площадь. Я учусь с первого мая, моя учительница Елена Николаевна, она самая добрая, у меня самая хорошая школа и я буду учиться на 4 и 5. Я хожу в школу две недели, мне очень нравится. У меня класс хороший, новые друзья. Елена Сиротина – учитель с большим опытом. Она уже в седьмой раз начинает обучение первоклассников. Конечно, есть понятное волнение, но она считает, что ребята в классе способные. Главное – раскрыть эти таланты. Первый класс, прежде всего, это новая жизнь. Это любовь к детям, это веселье, это то, что дает нам жить дальше, прежде всего. И для меня каждый первый класс – это мое начало новой жизни. Каждому новому классу я очень радуюсь. Каждому ребенку, который мне улыбается, я дарю все, что я могу ему подарить. Свою любовь. И в ответ от них то же самое вижу. Рядом с самыми юными учениками – их папы и мамы, дедушки и бабушки – им приятно смотреть на своих детей, которые делают свои первые шаги по дороге знаний и жизни. Сегодня парад первоклассников – это событие очень волнительное для всех нас, родителей, поскольку мы отправляем наших детей, первоклассников, участвовать в таком грандиозном мероприятии, торжественном, важном для всего нашего муниципалитета. Я надеюсь, что будущий учебный год будет приятным, легким, интересным. Я думаю, что все будет хорошо. И вот виновники торжества, первоклассники пошли вперед, неся разноцветные воздушные шары. Шествие возглавляли барабанщицы из первого лицея в белых костюмах с золотым шитьем. За время своей пока еще недолгой учебы ребята уже успели познакомиться с учителями и одноклассниками, найти новых друзей и пополнить багаж знаний первыми открытиями. На сегодняшнем празднике им уделено особое внимание. Взрослые постарались, чтобы любовь к родному городу у славянцев начиналась с детства. На главной площади города первоклассников встретили горячими аплодисментами. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил учащихся с началом учебы в школах. Наши ребята сегодня красивые, веселые, целеустремленные. Они уже познакомились, они уже начали учиться. Поэтому я уверен, что так будет и дальше. Я хотел бы, чтобы школа стала для вас вторым домом, чтобы вы с удовольствием и шли в школу за знаниями. Вы должны знать, что знания – это самое главное в жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы у вас все получалось. Заниматься творчеством, спортом, дополнительным образованием. Взрослые постарались, чтобы в школах все это было. После самых добрых пожеланий памятные подарки были вручены трем именинникам, родившимся именно в этот день, который станет для них вдвойне памятным. Затем дали слово первоклассникам из 12-й школы, которые прочитали стихотворение. Перед нами все пути открыты, все дороги впереди у нас. Мы когда-то станем знаменитые, но пока мы только в первый класс. Это все для жизни, для науки, для района, для родной страны. Учимся мы все не ради скуки. Мы прославить Родину должны. Красивые шары, одиночные, гирляндами, одновременно отпускаются в небо, символизируя сбывающиеся в будущем надежды. Песня первоклассники, исполненная хором Академия, студия эстрадно-джазового вокала «Звонкие голоса» пришлась как нельзя более кстати. Затем на сцене было разыграно веселое представление, где, как ведется силы добра, одержали убедительную победу, которая завершилась зажигательным танцем. Самые бойкие были приглашены на сцену, где смогли продемонстрировать свои танцевальные умения. После этого ребята с увлечением побывали на всех игровых станциях. Их разнообразие по-настоящему впечатляло. Можно было поиграть в шахматы, понабрасывать кольца на мишени, даже побарабанить на настоящей ударной установке. Эмоции только положительные. Я сегодня первый раз приняла участие в параде первоклассников. Тут очень все круто. И сегодня настал такой день, когда все дети из 12-й школы приходят в центр города. Мы прошли на параде первоклассников. Сегодня парад первоклассников. Я очень рада быть на параде. Я была на самых разных станциях с подружками. И там очень весело. Очень привлекли первоклассников станция с робототехникой и станция юных натуралистов. Особой популярностью пользовались профориентационные станции. Учащиеся смогли узнать о работе медиков, пожарных, МЧС, полиции, примерить на себе обмундирование и увидеть, как работает специализированное оборудование. Путешествие по интереснейшим станциям всем очень понравилось, как и вкусное мороженое в подарок от главы Славянского района. Этот день надолго, если не навсегда, запомнится юным славянцам своей необычностью и праздничной атмосферой. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Славянский, Дмитрий Волошин, программа «Славянский район»